Первый раз в первый класс предстоит отправиться девяти детям из отряда «Солнышко». Во взрослую жизнь их провожают не только педагоги Центра Содружества, но и старшие товарищи по летней площадке. Мы как бы, да, показываем хороший пример того, что помогать все-таки надо, особенно младшим. То есть то, что если у нас есть такая возможность, то наоборот, надо стараться, надо идти, надо делать. На выпускном будущих первоклашек проверили на знания, смекалку, скорость и ловкость. С заданиями справились успешно, значит, можно смело отпускать в школу. Но не с пустыми же руками отправлять. Мне подарили это, портфель красивый и еще это. Там все есть, краски, фо-мастеры, пенал. Я иду в первый класс, и это нужно для школы, чтобы учиться в школе. А что, без этого в школу не пускают? Да. Я хочу идти в школу. Я обещаю учиться хорошо. Портфели своим выпускникам педагоги Содружества вручили в рамках акции «Помоги собраться в школу». Уже не первый год сотрудники Центра по работе с населением ищут спонсоров, а затем покупают для своих подопечных полный комплект необходимых школьных принадлежностей. Таким подарком рады не только будущие первоклашки, но и их родители. Это большая экономия для семьи, да, у меня трое детей, для нас, я и говорю, это шикарный подарок в этом плане, что это материальная помощь большая, да. Портфель сейчас стоит немало денег. Действительно, в этом году цена на портфели на школьных ярмарках начинается от полутора тысяч рублей, и это на прошлогодние модели. Хотите ранец поновее? Готовьтесь платить больше раза так в два. Добавьте к этому стоимость тетрадей, дневника, ручек и прочих школьных принадлежностей. Сумма выйдет приличная, а для некоторых и вовсе не подъемная. Мы работаем с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, которые не могут обеспечить материально свою семью какими-то вещами. Для того, чтобы собрать ребенка в школу, очень много денег нужно. У семьи бывает недостаточные средства, поэтому они обращаются к нам за помощью. Помогают не только портфелями и канцелярией. В случае необходимости могут выдать и пару комплектов школьной формы – от туфелек до бантиков. Другая акция «От сердца к сердцу» направлена на помощь хабаровчанам одеждой, обувью и даже бытовой техникой. Так что, если что-то из этого залежалось у вас дома, добро пожаловать на склад Центра Содружества. Вашим чистым и пригодным к использованию вещам будут рады те, кому они действительно необходимы. Анна Комарова, Дмитрий Комков. Программа «Настоящее время».